Мужчинам в основном предлагали вакансии строительного профиля, женщинам работу в продовольственной сфере. Цель встречи – помочь в трудоустройстве людям, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным брещанам, не связанным с лишением свободы. По сути, это не только возможность найти работу, но и важная составляющая – социализации. Хотел бы устроиться на работу. Я после отсытки с 2014 года нигде не могу устроиться. А по какой причине нигде не можете устроиться? Потому что возраст и тяжелые стачки. Сегодня на какую вакансию рассчитываете? Хотя бы дворником или грузчиком. Где раньше работали? Какой-то опыт работы уже есть же у вас, правильно? Грузчиком, животноводом. Есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Человек оступился и не может найти работу. Поэтому мы убеждаем нанимателей, что этот человек достоин, чтобы ему дали шанс. И наниматели идут нам навстречу. Такая ярмарка вакансий у нас именно в таком вот ракурсе проходит уже третий год. Первый раз мы начали эти ярмарки вакансий проводить в таком ракурсе в 2016 году. В прошлом году у нас было две ярмарки вакансий. Вот в этом мы организуем первую ярмарку. За несколько часов ярмарку вакансий посетили около трех и десятков человек. В мероприятии приняли участие не только наниматели, а их, к слову, было порядка 18, но и представители уголовно-исполнительных инспекций УВД. Они отвечали на все заданные вопросы работодателей в полном объеме. У нас идет большой набор работников. Основные направления – это монтажники санитарно-технических систем и оборудования, дорожные рабочие, электрогазосварщики, ну и подсобные рабочие тоже необходимые. Потому что у нас в данный момент очень много строительных объектов к тысячелетию города Брест. Заработная плата в среднем от 700 и выше. Ну, в зависимости уже, как наработает. Сегодня в банке данных около 1900 вакансий. По-прежнему нехватка кадров в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, образование и торговля. Повара, кондитеры – это всегда. Строители все – штукатуры, подсобные рабочие, каменщики, дорожные рабочие, бетонщики, кухонные рабочие мощники, посудоуборщики, помещения я могу продолжать и продолжать. В принципе, работа есть и работы много.